Жители Твери бьют тревогу. Берега реки Лазури завалены строительными отходами. Причем за летние месяцы мусорные горы заметно подросли и вширь, и ввысь. Что вызывает законное беспокойство горожан. Но куда бы они ни жаловались, ввоз и ныне там. Кто должен ликвидировать незаконную свалку и что этому мешает, выясняла наша съемочная группа. Знак при въезде на эту песчаную дорогу предупреждает, что выбрасывать мусор нельзя и что ведется видеонаблюдением. Однако по факту это не более чем пустая формальность. Судя по тому, что машины, груженные мусором, по словам очевидцев, ездят как по графику. Стихийная свалка заполонила несколько сотен метров набережной реки Лазури. Основная ее составляющая это строительный мусор. Здесь на выбор и мешки с засохшим цементом, строительным клеем, битое стекло, кирпичи, дерево и даже упаковка от лакокрасочных покрытий. Кстати, огнеопасная. Одним словом, все то, что не пригодилось на стройке или при ремонте квартиры, находит свое пристанище почему-то на лоне природы. Кстати, здесь же, в одной компании с гипсокартоном и стеклом, запчасти от автомобилей. Видимо, копилось это все годами. Здесь всегда свалка. А убирают? Я не видел здесь, чтобы убирали. Каждый день ездишь, каждый день прибавляются, на квартирах ремонт делают, газели накидали, да выкинули тут, приехали. Раньше тут и бампировали, Алис, ну, видимо, от автосервисов. Подъехала машина, выгрузила мусор, пацаны бегают, подожгли. Вызывали МЧС, буквально неделю-две назад вызывали МЧС, тушили здесь пожар. После появления фотопомойки в соцсетях вопросом заинтересовалось областное министерство природных ресурсов. Представители ведомства, а затем и регионального оператора по обращению с бытовыми отходами Тверспецавтохозяйства выезжали на место. Свалку предписано ликвидировать, однако отходы строительные и не входят в зону ответственности Тверспецавтохозяйства. Согласно законодательству, содержание и очистка территории лежит на плечах собственника земли. К нами установлен собственник, московский район Твери, составлен акт и направлено уведомление. Согласно сроку, собственник в течение 30 дней по законодательству должен ликвидировать данную несанкционированную свалку. Либо он должен заключить контракт на уборку несанкционированной свалкой с региональным оператором. Пока оператор ждет обратной связи, объем работ, судя по словам горожан, прибавляется. Следит за развитием событий и наш телеканал. Между тем, избавиться от мусора можно законно. Заключить договор с региональным оператором. Частные лица могут воспользоваться разовой слугой. Им привезут специальный контейнер, а затем уже заполненный вывезут. Цена вопроса 5000 рублей. Надо отметить, это дешевле, чем новые штрафы. С 14 июля скинуть мусор с легкового автомобиля обойдется физлицу в сумму до 15 тысяч рублей. С грузовика до 50. А юрлицу вплоть до 120 тысяч рублей.